Сегодня у нас в меню суп И будут нужны бурые водоросли мьёк Вообще эти водоросли могут продаваться как нарезанными уже Как вот в моём случае, так и ненарезанными Их нужно будет сначала замочить А потом уже после того, как они размякнут и разбукнут Нарезать В нашем случае они нарезаны И нам они будут нужны 20 грамм Приблизительно где-то 2 столовые ложки Мы закладываем их в миску и заливаем водой Вода может быть холодная Мы заливаем их на 15 минут Так, чтобы вода покрывала водоросли И была где-то, но приблизительно на палец 2 выше То, что они разбухнут Теперь займёмся мясом Мы берём говядину 200 грамм Она может быть с жирком или без жирка По вашему выбору И нам нужно будет её нарезать кусками Небольшого размера Чем тоньше вы нарезаете Чем, соответственно, быстрее сварится, проварится говядина Я нарезаю такими кусочками И, собственно говоря, это два главных ингредиента нашего супа И далее остаются только специи Например, чеснок Вот что происходит Через 15 минут с водорослями Чем тем плею их в комнате, тем быстрее они размякнут Разбухнут, соответственно, увеличатся в размере И вот такой объём мы имеем с тех двух столовых ложек Нам нужно будет после этого, как они разбухли, слить с них воду При этом можно их слегка так отжать И мы приступаем к приготовлению супа Я буду сегодня в сковороде У меня пока нет большой кастрюли Наливаю туда кунжутное масло 2 столовые ложки в глубокую сковороду Если нет кунжутного масла В данном случае можно заменить на растительное, но без запаха То есть на обычное подсолнечное, но лучше кунжутное Добавляем говядину Прежде нарезаем 200 грамм И будем готовить на слабом огне Всё время помешивая Пока говядина мяса не поменяет цвет И не станет белым Тогда, когда это произойдёт Мы добавляем с вами чёрный перец Порошок, 3 щепотки Я кладу чуть больше По вкусу добавляем чёрный перец Можно вообще пропустить Добавили, перемешали И закладываем в водоросли Прямо туда к мясу После этого, как заложили водоросли Нам нужно будет хорошо всё перемешать И далее мы готовим на слабом огне Опять же всё время помешивая Одно-две минуты, чтобы водоросли обогатились и мясом С вкусом, соками мяса После этого мы добавляем соевый соус Две столовые ложки Опять всё хорошо перемешиваем Соевый соус, но буквально вмешаем Где-то 30 секунд И после этого заливаем воду Один с половиной литра Можно больше, например, два литра Это зависит от того, как долго собираетесь варить суп Мы перемешали Помешали точнее И нужно будет довести всё до кипения До кипения можно добавить на сильном огне Затем добавляем измельчённый чеснок Две столовые ложки А также рыбный соус Одно с половиной столовой ложки Если рыбного соуса нет Можно пропустить Но с ним будет лучше Тогда добавляем соль Вообще соль можно добавить по вкусу В конце попробуйте суп Посмотрите, нужно или не нужно Теперь мы варим суп всё время на среднем огне И варим его до готовности мяса В принципе, поскольку мясо было полуготовое Водоросли у нас уже, в принципе, были размягшие Поэтому готовится достаточно быстро Буквально там где-то 10 минут, может 15 Вообще этот суп после второго-третьего кипячения Варки, подогревания гораздо вкуснее Чем даже после первого приготовления Он бывает также в варианте с курицей И с морепродуктами Может потом как-нибудь приготовим Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»